Ой, ластоньки. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, как правильно обрезать розы после цветения, чтобы простимулировать для них новую вторую волну цветения. Это будет касаться как ремонтантных, так и летних сортов роз. В этом ролике. Итак, начнем по порядку. Розы действительно нуждаются в летней обрезке. И для разных типов роста она будет разная. Начнем с классических чайно-гибридных роз, которые, как правило, цветут по одному цветку на стебле. В раз на одном растении бывает от 3 до 7 стеблей. Они мощные, толстые и большие. Такие розы цветут на побегах первого года. Поэтому после цветения смело удаляйте бутоны, как только они начинают вянуть, потому что на вянущих бутонах и на отсветающих бутонах в первую очередь поселяются болезнетворные микроорганизмы, а также они атакуются паутинным клещом. Обрезать чайно-гибридные розы можно прямо практически на уровень почвы, оставляя всего лишь 4-5 листьев с нижней части растения. Это простимулирует спящие почки, и розы отрастят новые побеги, на которых зацветут повторно во вторую волну цветения. И она будет в среднем где-то к середине-концу августа. Флорибунты – это кустовые розы невысокого роста. Как правило, высоту не превышают 50-80 см. Такие розы цветут на молодых побегах и на вызревших побегах. Поэтому для флорибунт подходит частичная обрезка, комбинированная. В средней части куста, если вы не обрезаете розы ежегодно, необходимо вырезать старые взрослые побеги полностью под корень, оставляя 1-2 листа над поверхностью почвы. А на молодых побегах текущего года необходимо удалить отцветающий бутон вместе с двумя-тремя листами ниже этого бутона. Это простимулирует опять-таки просыпание спящих почек и вторую волну цветения ближе ко второй половине лета. Шрабы. Те шрабы, которые по типу роста напоминают что-то среднее между флорибунтами и чайно-гибридными розами, которые цветут целыми букетами на одном побеге, необходимо обрезать по типу чайно-гибридных роз. Достаточно коротко. В таком случае эти шрабы отрастут повторно и также дадут нам повторное цветение. Оставляя снизу над поверхностью почвы 4-5 листьев и обрезайте под наклон. Плетистые почвопокровные розы. Плетистые, неважно от типа роста раймблера или клаймбера, то есть мощные плетистые розы или с тонкими побегами, вызревают побеги и цветут только на взрослых побегах 2-3 года. Поэтому летняя обрезка таких роз проводится только с самого увядающего бутона. Стебель при этом полностью оставляется сохранным. Проводить обрезку всех типов роста роз необходимо острым секатором под углом около 45 градусов на 5-10 мм выше почки или выше листа, над которым производится обрезка. Место среза ничем обрабатывать не нужно. Главное проводить обрезку в сухой прохладный день. Дорогие друзья, о том, какие типы роста роз существуют и чем они отличаются более подробно, есть ролик на нашей странице. Ссылка на него будет внизу в описании к этому ролику и во всплывающей подсказке, а также в конце этого ролика. Вот так просто розы обрезаются после цветения. Для того, чтобы простимулировать их на вторую волну цветения, все сибирские сорта роз от семена Алтая подходят под этот тип обрезки. Обязательно пишите свои комментарии, вопросы внизу под этим роликом. Подписывайтесь на другие наши социальные встречи. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»